Это программа День Столка. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Выборы в двух Алтаях. В республике уверенно побеждает Турчак. В Алтайском крае тоже без сюрпризов. В Алтайском крае могут вести режим ЧАЭС из-за дождей. Регион серьезно отстает по уборке урожая. Эмоции зашкаливали. Зачем барнаульские мамочки сменили фартуки на бутсы, а кухню на футбольный газон? Андрей Турчак набрал более 74% голосов избирателей и одержал победу на выборах главы республики Алтай. Как пишут эксперты, результат Турчака вполне может стать рекордным для региона в истории выборов высшего должностного лица. К примеру, за Олега Харахордина пять лет назад проголосовали около 59% избирателей. На втором месте с большим отставанием от Турчака Александр Кириллов от ЛДПР он набрал чуть более 10% голосов. На третьем месте представитель партии «Родина» Олег Добрынин. У него более 6% голосов. Добавлю, что выбирали в республике Алтай не только главу, но и депутатов госсобрания. Единая Россия одержала победу во всех одномандатных округах Эл-Курултай. А теперь к выборам в Алтайском крае. Спокойно и в хорошем смысле скучно. Так охарактеризовали минувшее голосование общественные наблюдатели региона. Напомним, выборы в нашем крае были далеко не столь масштабными, как у наших соседей в республике. Тем не менее, 202 общественника следили за ходом голосования непосредственно на участках. Были ли зафиксированы нарушения и кто одержал победу на довыборах в краевое законодательное собрание? Расскажем прямо сейчас. В Краизбиркоме итоги выборов в ЭКЗС по 21 округу уже подвели. Победу одержал единоролз Евгений Григоренко, набравший почти 53% голосов. У Оксаны Молодых из «Справедливой России» более 26%, у Игоря Стронцова из «Новых людей» чуть более 8%. Григоренко победил как в обычном голосовании, так и в дистанционном. По явке немножко ниже, чем явка на ДЭК за президентские выборы, за губернаторские. Но причина в том, что у нас не трехдневное голосование было, а однодневное. Поэтому как бы все спокойно, хорошо, выборы прошли законно, прозрачно и легитимно. Правда, по словам Алексея Чеснокова, несколько инцидентов все же было зафиксировано и связаны они с агитацией. Устраненным нарушением являлось нарушением порядка агитации, когда был выставлен бюллетень с галочкой за определенного кандидата. Соответственно, это все устранилось по первому уже звонку. Всего на выборах в Алтайском крае работало 202 общественных наблюдателя. Они проводили в том числе телемосты с нашими соседями, республика Алтай. Я у них был в гостях буквально позавчера. Мы с ними работали до этого в течение месяца, обменились информацией по дистанционному электронному голосованию. И вчера у нас было два подключения, когда выборы уже завершались. То есть мы свели часы, обговорили опыт, обговорили проблемы, которые возникали. Из того, что действительно было озвучено, ну несколько материалов они направили в правоохранительные органы. Ну а что касается Алтайского края, добавлю, самые масштабные выборы состоялись в Бийске и Барнауле. Явка в краевой столице составила почти 13%. В Тонкограде около 14%. Победу на довыборах в городскую думу тоже одержал представитель Единой России. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Режим ЧАЭС могут вести в Алтайском крае. Об этом заявил Виктор Томенко. Виной тому переувлажненная почва из-за проливных дождей. За неделю аграриям удалось собрать лишь 20 тысяч гектаров. Отставание от плана примерно на 15-20%. Сложная ситуация с землей сейчас во всех районах края. Эксперты отметили значительное превышение по осадкам в Мамонтовском, Черышском и Тальменском районах. Чуть лучше положение дел в Целинном, Ребрихинском, Хабарском, Шалаболихинском, Баевском, Тюменцевском районах. Несмотря на проблемы, аграрии не унывают и предполагают, что в благоприятные дни увеличат темпы сбора урожая. Но если не сложится, режим ЧАЭС позволит продлить срок выплаты кредитов банкам и партнерам. История, в которой слишком много вопросов. В Барнауле ребенок стал инвалидом после пребывания в туберкулезном санатории. Об этом заявляет мама мальчика. По словам женщины, ситуация произошла весной этого года. Больше месяца Алексей, по рекомендации педиатра, провел в санатории, где, как подчеркивает его мама, мальчика постоянно избивали дети из центра помощи, детям оставшимся без попечения родителей. По возвращению домой ребенок себя плохо чувствовал, испытывал головную боль и начал терять зрение. Через какое-то время мальчику диагностировали гидроцефалию головного мозга и экстренно назначили операцию. Краевой Минздрав случившееся пока не прокомментировал. В Алтайском крае в этом году количество ДТП на железнодорожных переездах пошло на спад регулярно. Железнодорожники совместно с Госавтоинспекцией проводят профилактические рейды в местах, где пересекаются поезд и машина. Какие еще меры предпринимают, чтобы аварии на ЖД-путях было меньше, расскажет Мария Костылева. Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции вручают водителям листовки, напоминают о правилах переезда через ЖД-пути и рассказывают про ДТП, произошедшие ранее. Как бонус небольшой подарок – салфетка в машину. Основной причиной – это нарушение ПДД. Правил проезда через дорожный переезд. В спешке, в которой люди спешат домой, через красный. УЗП поднимается, вы начинаете давить или перед поездом пытаетесь проехать. Вас дома ждут близкие, друзья, знакомые. Просьба соблюдать правила дорожного движения. В РЖД ведут постоянную работу по сокращению количества нарушений. Проверяют состояние ЖД-переездов, ремонтируют их и оснащают дополнительными системами безопасности. Все ради того, чтобы не допустить трагедии. Однако сам водитель тоже должен помнить об ответственности. Как правило, все ДТП на ЖД-путях совершаются по вине автомобилистов. Когда водитель уверен и убежден в своем опыте, что он успеет, а бывает так, получается, что он просто либо не успевает, либо остается внутри колледжа на дорожном пути и остается, можно сказать, наедине с ситуацией. Это хорошо, когда бывают охраняемые ЖД-переезды, когда есть работник, который в случае заградительной сигнализации и предотвратит наезд подвижного состава. А бывает, когда на неохраняемых переездах машина может остаться и происходит ДТП. Александр Пономарев дежурит на этом переезде второй год. Говорит, ситуации видел всякие. Такие рейды, по словам мужчины, полезны. Люди смотрят, как видят, стараются не нарушать. Потому что им памятки раздают, объясняют. Ну, конечно, смотришь и понимаешь, что случилось. Отражается память? Ну, конечно. Конечно, полезны, да, очень даже. И действительно, стоит отметить, на сегодняшний день ДТП в местах, где пересекаются машина и поезд, в нашем регионе стало действительно меньше. В текущем году дорожный транспорт в происшествии на железнодорожных путях не зарегистрировано. Около 14 правонарушений пресечено при проезде железнодорожных переездов. Госавтоинспекция города Барнаула призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению правил ПДД. Однако, расслабляться не стоит. Только вдумайтесь, тормозной путь состава, который движется со скоростью 70 км в час, составляет примерно 600-700 метров. А это, на минуточку, 6 футбольных полей. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. После выхода нашего сюжета Краевая прокуратура заинтересовалась историей женщины из Локтевского района, у которой кредиторы незаконно выбивают долги за умершего отца. Напомним, Наталья Свешникова проживает в Локтевском районе и одна воспитывает ребенка-инвалида. У женщины списывают последние деньги со счетов, хотя в наследство она еще не вступила. Поэтому действия кредиторов незаконно считает женщина. Общая сумма долга составляет около 400 тысяч рублей. Сегодня мне с прокуратуры района позвонили, что после огласки в СМИ моей проблемы Антон Герман, главный прокурор Края, заинтересовался нашей проблемой с ребенком. А мы, в свою очередь, продолжим следить за развитием этой истории. В Республике Алтай накануне состоялся масштабный фестиваль «Золото Алтая». Праздник культуры и искусств стал центром объединения талантливой молодежи. А еще местом встречи детей из глубинки и столичных экспертов. Добавим, что фестиваль получил поддержку гранта Росмолодежи и правительства республики. Подробнее в сюжете. Этой распевкой нас научили на мастер-классе. Мне очень понравилось на мастер-классах. И мы там учили песни. И еще также мы играли на фортепиано. Очень было прикольное занятие. Были игры. Мне очень сильно понравилось. Девчушки из хора «Голоса» и еще более 200 творческих ребят из Чемальского района стали первыми участниками фестиваля «Золото Алтая». В его рамках провели порядка 60 мастер-классов. Анимация, хореография, вокал, актерское мастерство и неформальное образование в течение недели преподавали столичные эксперты. Целеустремленность творческих самородков из глубинки отметили московские хореографы. Сестры Михайлец – участницы телепроекта «Танцы». Чемальских артистов познакомили с современным стилем – контемпорари. Контемпорари направление – это современный танец. И детки, конечно, горели. Хочется отметить коллектив, который нам запал в душу. Он так и называется. Как ни странно, он так и называется «Танцующие души». Ребята были настолько активны, настолько внимательны. Нам даже не приходилось много объяснять. Они хватали все на лету, а это в первую очередь доказывает, что дети хотят обучаться и в себя. Верят в себя, наверное. Да, верят в себя. Возможность проведения такого фестиваля появилась благодаря автору идеи и организатору – Ксении Преториус. Она написала грант и как физическое лицо выиграла в Федеральном агентстве Росмолодежь 1 миллион рублей на реализацию. Получила поддержку местных властей и теперь планирует расширить географию участников. Городу чуть легче, у них больше развита инфраструктура, им легче выезжать на конкурсы, классы. Нам здесь чуть сложнее, поэтому мы в какой-то момент подумали, сколько можно куда-то ездить, пусть и едут к нам. Мы бы хотели расширить географию, но Росмолодежь, спасибо им большое. Но грант небольшой, всего лишь 1 миллион рублей. Мы его с толком потратили и поэтому привлекли только с Чемальского района. Идея и сам формат фестиваля понравились руководству республики. Вот такие слова Андрей Турчак направил в адрес всех участников. Выражаю благодарность Росмолодежи и администрации Чемальского района за содействие в организации фестиваля, а участникам за то, что бережно хранят и развивают нашу культуру. Желаю каждому гостю фестиваля «Золото Алтая» творческого вдохновения и получения нового, незабываемого опыта. Андрей Анатольевич Турчак. Также в письме было отмечено, что республика славится талантами. И все виды искусства, представленные на фестивале, подчеркивают самобытность народа. Наша главная задача – создать площадку для творческой молодежи, для обмена опытом, поиска творческого вдохновения и мотивации. Ну и, конечно, для популяризации нашей богатой культуры. Организаторы же фестиваля заявили, что намерены сделать «Золото Алтая» ежегодным, чтобы помочь как можно большему количеству талантливой молодежи и развивать творчество не только в городах, но и в селах. Евгения Ижутова, Сергей Бертман. День с толком. А на Березовой Катуне в Алтайском районе завершился третий международный фестиваль деревянных скульптур «Алтай. Притяжение». В нем приняли участие мастера из Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и 17 регионов России. Подробнее об этом в сюжете. К звуку бензопил на Березовой Катуне местные жители уже привыкли. Ведь международный фестиваль деревянных скульптур «Алтай. Притяжение» проходит уже в третий раз. В этом году он собрал 33 мастера, которым предстояло бороться за главные призы. Мы очень рады, что свое мастерство показали мастера из Ирана и Казахстана, Китая и Белоруссии. И, конечно, из многих и многих регионов нашей замечательной России. Мероприятие прошло при поддержке правительства региона. В конкурсе было представлено две основных номинации, связанных с созданием парковых скульптур. Индивидуальная и командная. Срок – неделя. За это время участники какие только фигуры не сделали. Помимо животных и людей, популярны были символы из Казани Алтая. Я почитал легенды Алтая, и меня что-то вдохновило. Тапшур – это женщина играет на инструменте. Женщины вдохновляют всех, и поэтому пускай она вдохновляет здесь всех. Задумка такая. Композиция называется «Слияние», потому что это слияние двух рек – Беи и Катуни. И они образуют тем самым общую реку. Вот, естественно, Катунь бирюзовая, а Бея такая зеленоватая. Как рассказывают жюри, самое интересное началось в последний день, когда скульптуры ставили вертикально. Тогда-то и появились сомнения, кого же сделать победителем. Все же критериев оценивания много. Что мы оцениваем, да? Или именно декоративность, мастерство резчика, мастерство декоратора. Или мы оцениваем, в принципе, скульптуру, которая несет образную составляющую, художественную составляющую, которая работает в пространстве, которая отбрасывает тень, у которой есть силуэт. В последний день участники еще и проявили себя в блице. За час создавали фигуры из бревна. Кстати, большую часть работ, созданных на фестивале, оставят на бирюзовой Катуни. Две скульптуры уедут в село Алтайское, а еще три – в Барнаул. И будут установлены в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Данил Кузнецов, День с толком. К другим темам. На потребительском рынке недвижимости вновь наблюдается рост. Такова аналитика экспертов за август. Несмотря на высокие ставки в 21-22%, сделки все равно продолжают совершаться. Что касается количества объектов на рынке, то на отдельных площадках тоже отмечается рост. Цена на вторичку пока остается практически прежней, лишь незначительно увеличившись на новостройке. Они прекрасно справляются с домашними хлопотами и, как выяснилось, неплохо играют в футбол. На этих выходных в Барнауле состоялся кубок Лига Мам. 12 команд, сотни эмоций и один кубок. Кто в итоге забрал золотые медали, расскажет Дмитрий Дроздов. Такой мяч не потащил бы и Акинфеев, а удару позавидует сам Криштиану Роналду. Мамы из 12 разных организаций города сменили готовку, уборку и просмотр сериала на зеленый газон, бутсы и мяч. Кубок Лига Мам, турнир, набирающий обороты. Для участниц даже организовали настоящие футбольные тренировки. Нас не пугает вообще ни погода, ни природа. По средам мы с 20 до 21.00 отрабатывали технические элементы. Особенно изучали финты, что очень понравилось. Не у всех мам, к сожалению, есть мячи дома. Банально просто ставили кастрюли и на кастрюле все это отрабатывали. Собрать мам на футбольном поле – затея сложная, но реальная. Еще в августе спортивная хроника и школа Алексея Смертина провели первый турнир Лига Мам. Уже через месяц масштабы увеличились. Очередной турнир для мам, крутые призы и выступления артистов. Помните, когда у нас брали, также освещали наше мероприятие, мы говорили о том, что мы любим масштабировать свои проекты. И этот проект – один из тех, которых действительно хотелось продолжить дальше. Потому что вы видите сами, какой ажиотаж сегодня у нас на поле. Сколько людей приехало болеть и сколько еще подъезжает на финальные уже матчи. А финальный матч по эмоциям был не хуже финала Лиги Чемпионов. В главном поединке было все – забитые голы, нарушения правил и эмоции. По итогу футбольных баталий команда для души – обладатели Кубка Лиги Мам. А награждение по всем футбольным традициям состоялось на сцене. Командам вручили подарки от спонсоров и диплому за участие. А лучшим – медали и заветный кубок. 3-1. Ура, мы счастливы. Мы очень тренировались, старались. Оксана Николаевна, конечно, наш тренер. Это форево. А завершился футбольный праздник выступлением Арсения Бородина. Музыкант родом из Барнаула исполнил известные хиты и был в шоке, что на его родной земле мамы играют в футбол. Меня это поразило вообще, что такое есть. Я когда услышал, когда ребята меня пригласили, я говорю, в смысле? Я говорю, в смысле, что происходит? Это круто. Любая спортивная инициатива, на мой взгляд, это прекрасно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Рабочую форму сменили на спортивный костюм. В Барнауле завершилась 12-я спартакиада энергетиков Алтая. Ее провели в парке спорта Алексея Смертина. В соревнованиях участвовали команды семи предприятий энергетической отрасли региона. Самые зрелищные моменты спартакиады увидите прямо сейчас в нашем сюжете. И лампочку вкрутят, и голы забьют. В течение двух дней алтайские энергетики соревновались в шести видах спорта. В волейболе, шахмата, гиревому спорту, перетягиванию каната, настольному теннису и мини-футболу. Сила, выносливость и стопроцентная концентрация. Пожалуй, самый зрелищный момент спартакиады – турнир по перетягиванию каната. Болельщики, родные и друзья энергетиков от брутального состязания не отрывали глаз. Очень такие положительные эмоции. Особенно финал, футбол, волейбол. А канат самое лучшее. Эмоций очень много. Все в напряжении, много энергии. Все, конечно, нравится. Болеем за своих, за Алтай Краэнерго. Надеюсь, победят мы с нами. Спартакиаду энергетиков начали проводить много лет назад по инициативе руководства Алтай Энергосбыта. С тех пор она стала доброй традицией. Спортивный праздник не просто улучшает физическую подготовку энергетиков, но и максимально сплочает коллектив. Из года в год это соревнование происходит. Большинство людей мы уже в лицо знаем. Мы уже обменяемся, не знаю, там, семейным опытом рассказываем, типа, кто как себя ведет по работе. Бывает, по-любому можем поговорить на любую тему. И поэтому, я думаю, это здорово. Я рад, что мы можем собираться на таком мероприятии. Площадка объединяет не только одну компанию, но и семь компаний объединились. Мы в единой спортивном духе участвовали. У всех была воля к победе. С золота спартагиада энергетиков взяла команда Алтай Энерго. Серебро завоевали ребята из Алтай Край Энерго. А бронза ушла команде СГК Алтай. Ирина Корчагина, Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok